Всем привет! Сегодня давайте поговорим о целях, задачах и перспективах Ливерпуля на новый сезон в Премьер-лиге. Команда будет бегать новый сезон в Найке, как и прошлый. Домашний комплект, как всегда, красный, а вот выездной – белый и зеленый. Форма, в отличие от Дидаса, в одном дизайне. Смотрите на окантовку рукавов и горла. Найк делает упор в разнообразии, на разминочный комплект, что, по-моему, в разы правильнее. Стадион Энфилд, в отличие от соседей. Из Манчестера. Имею в виду, Юнайтед прошел масштабную реконструкцию. Количество зрителей было увеличено до 53 тысяч с копейками. Хотя потенциал для увеличения еще огромный. Заполняемость трибун практически под 100%. Прошлый сезон Ливерпуль завершил на пятом месте. И впервые сезона 2015-2016 не попадают в Лигу Чемпионов. Почему так произошло? Давайте разберем по пунктам. Первое. Чат мира. Я в начале сезона говорил, что кто-то из грандов АПЛ, Сити или Ливерпуль могут завалиться. Почему? Сроки проведения чата мира в Катаре. Надо готовить игроков на два разных отрезка. С перерывом на этот форум. При этом часть игроков уедет в сборной. А часть останется в клубе. Кто знал, как это сделать? Нет. Никто. Соответственно, старые конспекты, по которым работали команды, могли не сработать. Так в итоге и получилось. Но у Клопа. У Гвардиолы все в порядке. Второе. Очень плотная борьба за четверку. Как правило, хватает 67-69 очков для попадания в зону Лиги Чемпионов. Пусть вас не смущает, что красные набрали 67. Они могли взять и 69. Просто в последнем туре лишились всех шансов на четверку. Уже при Клопе Ливерпуль набирал 69 очков и был третьим. В тот год, когда Сити был первый, а Сульшер с Манчестер Юнайтед был вторым. Третье. Игра в обороне под давлением. Ливерпуль превратился в Сити двух-трех годичной давности. Он не умеет терпеть. Это очень хорошо показали матчи с Реалом. Когда малейший нажим и красные плывут. Если в домашних матчах это не так заметно, то на выезде прям жопа. Пока Клоп не сместил на финиш сезона Арнольда в опорную зону, Ливерпуль летел со страшной силой вниз. Но для клуба это все равно было поздно. За четверку они вывалились. Четвертое. Опорная зона. Фабинья был нестабилен по ходу сезона. Плюс, как всегда, травмы хватанул Диаго. Милнер уже в силу возраста не мог. Хендерсон с одной стороны сдал. Но с другой сборной у него все в порядке было. Может другая система. Все-таки есть разница, когда у тебя партнер правый защитник и правый полузащитник Арнольд. Защитник из него так себе. Пятое. Перекос на левый фланг. Этот крен был виден уже два года назад. А уход Мане и травма Диаса это все усугубило. Поэтому соперникам стало проще подстраиваться под игру красных. Надо блокировать Трента и Салаха. Поэтому перекрыв движение Трента на фланге, в принципе, атаки Ливерпуля заглохли. Клоп вынужден был по ходу сезона, повторюсь, перевести его в центр полузащиты. Играть как Зинченко. Либо Канцело во времена, когда он был там в Сити. Для мамкиных комментаторов перевести не с позиции правого защитника на позицию опорника, а смещаться с позиции правого защитника по ходу матча в позицию центрального полузащитника для подбора мяча. Пришло по факту два игрока. Аргентинец Макалистер из Брайтона и венгр Сабаслай из РБ Лейпциг. Удивительно, как это Ливерпуль не подписали флангового НАПа. Но если посмотреть глубже, и Мак, и Сабаслай могут бегать на этой позиции. И что-то мне подсказывает, что у Артеты, у Гвардиолы или в Реале они бы исполняли флангового НАПа ЦАПа. Но у Клопа они центральные полузащитники или даже опорники. Сейчас набегут комментарии, напишут, да ты не прав, смотрите, Пилла переводили в опорку, как он там играл, какая гениальная задумка тренера. Нет, это не гениальная задумка тренера, это вынужденная мера тренера. Почему? А потому что есть спортивный директор, которому говорят, привези опорника, привези опорника, привези центрального полузащитника, он перевозит тебе вингера. Что тебе делать? Ты начинаешь переучивать игрока на другую позицию. Тебе заняться больше нечем? Нет, ты хочешь получить готового игрока, а не переучивать 24-летнего игрока сборной Аргентины в опорного полузащитника. Или вы думаете, Гвардиола играет, играет весь сезон, потом думает, а переведу я центрального защитника в опорники. Я имею ввиду Стоунза. Нет, это так не происходит, я думаю, он Филипса пробовал, но Филипс не умеет садиться в позицию центрального, он теряется, он выше играет. Поэтому он использовал Стоунза на позиции опорника. Ушли из Ливерпуля Фабинио, единственный номинальный опорный полузащитник, и еще испанец Бажеттич, но не знаю, как у него получится. Хендерсон, который мог садиться в опорную зону, Кита, который мог там играть, Милнер, который центральный полузащитник, но мог стать опорником, и Окслетт, который ушел тоже по свободному трансферу, его сильнее Макалистер и Сабаслай. Ну, не забываем, Фермина, который бегал уже в атаке, его по сути списали. Сильнее ли Макалистер Хендерсона, Кита, Милнера? Да, безусловно, сильнее. Но он играет больше на атаку. Сильнее ли Сабаслай и Хендерсона? Безусловно. Но именно, что касается атакующей части. Если вам надо перевести этого игрока в опорку, не получится. Соответственно, у нас игроки пришли сильнее, но немножко с другими функциями. В предсезонке Ливерпуль на месте опорника использовал Арнольда, либо в последних матчах Макалистера. Если перевести по ходу сезона Арнольда в опорку. Правого защитника уровня Арнольда нет. В отличие от левого, Цимикаса и Робертсона. Клопа это прекрасно понимает и начинает в последних матчах кидать на позицию опорника именно Макалистера. А теперь вопрос. Это гениальная задумка Клопа делать из Макалистера опорник или у него просто выбора нет? А если у Ливерпуля не получается до конца трансферного окна подписать опорного полузащитника? Какие шансы у Ливерпуля войти в четверку? Либо на титул в АПЛ? Юнайтед купил маунт и будут лепить из него центрального полузащитника. Опорного может быть полузащитника. И Ливерпуль такой же фигней будет страдать. Почему? А вот такая трансферная политика у клуба. Что ты с этим сделаешь? Либо терпи, либо уходи. Вратари. Первый номер. Алисон. Требуется ли ему замена? Скорее всего нет. Почему? Потому что по модели очень сложно подобрать такого вратаря. Нужен вратарь, который как в Ливерпуле будет хорошо исполнять позицию последнего центрального защитника. Алисон в этом плане прекрасен. Один из лучших показателей по статистике в этом сезоне. Да и за последние три года тоже. Дублер. Келлихер. Вратарь сборной Ирландии. Нормально выступает, кстати, со сборной. Но в клубе не играет. В клубе еще хуже показатели. Те показатели, которые вы видите, я взял с отбора на чат Европы. Но там и уровень сборных, конечно же, пониже. И уровень игры сборных намного ниже, чем у клубов. Александр Арнольд. Правый защитник. Если бы Бекхам играл бы сейчас в футбол, он был бы правым защитником. Его резаная подача одна из лучших в лиге. Мозг Ливерпуля располагается справа. Но, к сожалению, уязвимость Ливерпуля заключается в этом же. Арнольд не умеет обороняться. Не с точки зрения правого защитника. По правому защитнику у него все нормально. С точки зрения центрального. Если надо садиться в позицию центрального, то, извините, у Арнольда будут проблемы. Но с этим можно смириться, учитывая, что он делает в атаке. Арнольд второй по подачам в шафную. Больше его кроссов в шафную сделал только Трипье. Но при этом количество удачных кроссов в 11-метровую отметку у него лучше. То есть меньше, но качественнее. Он девятый по ключевым пассам. 71. Лучший Бруно Фернандеш. 119. При этом качество этого пасса лучше. Может быть за счет партнеров. Может быть за счет движения. Может быть выше культура пасса. У Бруно 16,7 ха. У Арнольда 11,5. То есть разница есть большая, если перевести количество на качество. Он четвертый по этому показателю. Выше Трипье, выше Дебрюйне. Плюс он девятый вместе с Хейбергом по выводу мяча в атаку. Так называемые прогрессивные пассы. 235. Если что, у лидеров Эдегора и Бруно Фернандеша за 260. Не такая большая разница. Ливерпуль за счет тренда. Выходит в атаку. Ну и создает момент. То есть это ключевой игрок. Бегите закрывать тренда. Научитесь. Можете выиграть. С другой стороны пришел Сабаслай. Который в плане функции разводящего имеет неплохие показатели. На самом деле и Хендерсон имел такие показатели. Но почему-то вся нагрузка ложилась именно на Арнольда. Второго номинального правого защитника у Ливерпуля нет. Да и зачем? Замену Арнольда все равно не найти. Могут поставить туда центрального защитника Гомеса. Но это временная мера и сразу ослабляет фланг в атаке, если нет Арнольда. Я уверен, играй Арнольд слева, лучшим игроком Ливерпуля был бы не Салах, а Садио Мане. Но для радости поглонников Салаха, Арнольд играет именно справа. Свита делает короля, а не король Свиту. Это вам расскажет Криштиан и Роналда. Модрич, Кросс, Бензема, Марселла и так далее. Эндрю Робертсон уступает по всем показателям, конечно же, Арнольду. Это связано с партнером. Может быть, лучшая связка у Салаха, чем у Робертсона. Все-таки Мане ушел. Второй вариант – это класс Арнольда. Он выше, чем у Робертсона. Все-таки у Мане почему-то получше сборной получалось, чем у Салаха. Существует стереотип, мол, Арнольд лучше атакует, Робертсон лучше защищается. Нет, Арнольд с точки зрения правого либо левого защитника, флангового, лучше защищается. Он лучше защищается с точки зрения опорника. Может быть, показатели по центральному разнятся, но этих показателей у нас нет. Что можно сказать о крыльях Ливерпуля? Таких фланговых атакующих защитников нет нигде. Чтобы у вас в десятку в АПЛ входили по ключевым пасам два человека. И оба они фланговые защитники. Это у Ливерпуля. При том, что Ливерпуль на пятом месте в АПЛ. И показатели у этих игроков в этом сезоне еще упали. Если смотреть сезоны, когда Ливерпуль набирает под 90 очков, они в тройку, в пятерку входят лучших ассистентов в АПЛ. Следующий игрок, левый защитник, Цимикас. Многие считают, что нет разницы между Цимикасом и Робертсоном. Это полноценная, по сути, замена. Если посмотреть на статы, 30% как в защите, так и в атаке. Полноценно заменить Робертсона, к сожалению, нельзя. Как и Арнольда. Если сравнить с Манчестер Юнайтед, здесь, по крайней мере, защитник по модели повторяет основного защитника. В Юнайтед, основной защитник, абсолютно другая модель игры, чем резервист. Мне всегда казалось, для построения игры нужны именно схожие варианты. Они разнообразные. Потому что, если разные варианты, разные модели, это усложняет и тренировки, и сам матч. У Гвардиолы все унифицировано. Если смотреть на лучшую команду последних сезонов Манчестер Сити. Я про АПЛ. Вирджил Ван Дейк по-прежнему остается топ-защитником. Хотя, есть нюансы относительно его же праймового, когда они брали Лигу Чемпионов и были в чемпионате вторым. В чем фишка? Смотрите, если сравнивать с Канате. Канате может быть модельно, даже поинтереснее Ван Дейка смотрится. Но, если нет Ван Дейка, Канате с Матипом, либо с Гомесом превращается в клоунов. Почему? Наверное, потому что кроме Ван Дейка у Ливерпуля никто не умеет играть последнего защитника. В сборной он смотрится лучше, чем в Ливерпуле. Но это уже сказывается возраст. Но есть один матч исключения. Это против аргентинцев. Аргентинцы его, конечно, уничтожили. Чем Ливерпуль уступает Манчестер Уиннета? Если сравнить и, наверное, другим клубам. Если вылетает Ван Дейк, проблема, нет второго по модели защитника, как Ван Дейк. У Юнайт есть, у Сити есть, у Арсенала есть, у Челси есть. Здесь нет. Хотя, что есть у Челси, а чего сейчас нет, я думаю, вам и почетина не расскажет. Кто не в курсе, Челси летом закупил кучу игроков. Притом, часть из них на позицию центрального защитника, а часть на позицию опорника. Я не знаю, как делать превью и какие задачи могут быть у Челси на новый сезон. Они постоянно обновляют свой состав. Старый еще не сыгрался, уже новый есть. Второй центральный защитник, Канате. Сильный? Сильный. Приход его в Ливерпуль усилил клуб? Да, безусловно. Но почему тогда клуб не стал лучше играть в защите? Посмотрите на сборную Франции. Кто играл перед ним? Чумани, Фафана, Рабьо. Есть ли у Ливерпуля такие игроки? Да, есть. Фабиньо. Но, часть сезона он был травмирован, часть сезона он был не в форме. Весь потенциал Канате и Ван Дейка, как в свое время у Манчестера, когда не было опорника, сливался в одно место. Можно ли играть с двумя центральными защитниками без классного опорника? Да, можно. Если у вас по флангам будут располагаться центральные защитники, либо если вы будете играть в трех центральных. Но Ливерпуль играет двух центральных и по флангам у него бегущие, игроки атакующие. А теперь внимание. Ливерпуль на новый сезон идет без опорника. Будет отгребать Канате, будет отгребать Ван Дейк, будет отгребать Матип. Всех будет ругать. Забывая, что у команды просто нет ни одного опорника. Плюс не забывать, Канате не умеет играть последнего центрального защитника. Такие приколы были во Франции, когда был травмирован Варан. Такие приколы были у Ливерпуля, когда травмирован Ван Дейк. Жоэль Матип. Третий центральный защитник Ливерпуля. Если я говорю, что Ван Дейк сильнее, чем Канате на позиции последнего защитника, и Канате лучше играть защитником, который выдвигается вперед. У него там показатели намного круче, чем у Матипа и Гомеса. Получается, что мы, когда Канате смещаем на позицию последнего центрального защитника, Ван Дейка нет. Ливерпуль теряет и на позиции последнего, и на позиции выдвигающего. Существует просятка где-то в 10-20% по всей защите. Хотя Канате из всех защитников ближе к последнему. Матип может в силу возраста, может в силу того, что он просто слабее, чем Канате, не может выдать тот объем центрального защитника, помогающего опорнику, который выдает Канате. Последний защитник у Ливерпуля располагается рядом с Робертсоном, потому что Арнольд намного выше, чем Робертсон во многих атаках. Плюс Арнольд смещает за позицию иногда опорник. По крайней мере, так было по последнему сезону в конце. Джо Гомес. В свое время казалось, что Ливерпуль нашел идеального второго защитника для Ван Дейка. Но Травма и Джо Гомеса вернули к заводским настройкам. В этом сезоне, кстати, он может больше сыграть, чем в прошлом. Почему? Если Ливерпуль будет вынужден Арнольда перевести на позицию опорника, скорее всего, справа, может сыграть и Джо Гомес. Он, кстати, чуть посильнее Матипа, но послабее и Ван Дейка, и Канате. У Джо Гомеса, кстати, лучше получается играть, защитника который выдергивается, а не последнего. Стефан Байчетич номинально это единственный опорный полузащитник Ливерпуля. Но есть минус. Он слабее Фабини. Хотя Фабини в последних сезонах и не блистал. Второе. Прошлый сезон он не доиграл. Он вылетел в марте, получил травму и до конца сезона так ни разу не появился в составе Ливерпуля. Новый сезон начинается. У него опять Травма. Максимум вернется в начале сентября. Может быть, где-то в конце августа. Игроку всего 18 лет, а он собрал уже достаточное количество травм. Можно на него рассчитывать в течение сезона, как думаете? Ливерпулю нужен железный человек. Дровосек. По типу Казамира. Тяга Алькантара. Человек, убивший игру Ливерпуля. Это главная проблема, главная ошибка, наверное, Юргена Клопа в его карьере в Ливерпуле. Почему? Во-первых, игрок чуть-чуть замедляет атаку. Но это не самое главное. Самое главное, как Ливерпуль выходит в атаку. Правильно. Если есть Тяга Алькантара, так или иначе, к нему приходит мяч. Без Тяга, через фланг, побежали в атаку. Есть Тяга, даем в центр, Тяга разберется. И вот эта привязка к Тяга, то, что игроки Ливерпуля знают, что через Тяга можно спокойно выйти в атаку, приводит к тому, что у них начинает зависимость от этого игрока. И чуть-чуть замедляется атака. А Тяга Алькантара – человек травма. Нельзя надеяться на игрока, который постоянно травмируется. А игра уже завязана. Три месяца из десяти игровых он травмирован. Даже в этом сезоне, в начале, он вернется только в сентябре. А игроков с таким же интеллектом, как у Тяга, в центре поля, нет. Можно было подписать Телеманса. Из Лестера, который вылетел. Но просрали. Человек травма. У ПСЖ такой. Неймар, у Манчестер Юнайтед. Варан, Марсьяль. Нельзя подписывать подобных игроков. Они лучше любого игрока, который у тебя в команде. Но при этом рассчитывать на него полностью на весь сезон нельзя. Выстраивать структуру игры с подобными игроками. Один вариант, без них другой. Сложно. Лучше отказаться. Уберите Бруно на четыре месяца из Манчестера Юнайтед. Что будет? Вы в четверку не войдете. А Ливерпуль без Тяга еще как-то пытается входить в четверку. Даже иногда бороться за чемпионство. Но при этом это очень сильно влияет на показатели команды. Атакующий полузащитник флангового типа. В Брайтоне он бегал левого атакующего полузащитника. В этом сезоне просто атакующего полузащитника. В центре. Под нападающим. Но все равно смещался на фланг. Левый. Зачем его купил Ливерпуль? Ну, наверное, потому что Манчестер купил маунт, а эти купили МакАлистера. Давайте использовать атакующего полузащитника в центре полузащиты. Он же неплохо отбирает, неплохо прессингует. Так Ливерпуль пошли дальше. Они его могут использовать на позиции единственного опорного полузащитника. У Гвардиолы он играл бы на фланге в атаке. В Арсенале у Артета на фланге в атаке. В Реале на фланге в атаке. В Баварии, думаю, тоже на фланге в атаке. В Ливерпуле в опорной зоне. Вы понимаете, чем отличаются Манчестер и Ливерпуль от других топ-клубов Европы? Здесь тренер нифига не решает. Ему привозят игроков, как хочешь, так и играй. Чем занимался центр Ливерпуля, когда побеждали в чемпионате, когда брали Лигу Чемпионов? Виналдум, Милнер, Хендерсон, Фабиньо возвращали мяч назад. Если использовать позицию МакАлистера, то на позиции левого вингера. Либо на позиции Виналдума, атакующего полузащитника. Но не в центре же поля. Нет, Ливерпуль будет его использовать именно в центре поля. А если не купят опорника, то и в опорке. Я реально не понимаю. Вот мне в видео про Манчестер и Найт пишут, что Манн будет хорошо играть в центре поля. С чего вдруг? Он там никогда не играл. И точно так же про МакАлистера по Любасу напишут. Нафига использовать игрока, где он никогда в карьере своей не играл. Я понимаю, что можно, допустим, забивать гвозди топором. Но лучше, наверное, молотком. А еще мне интересно, а кто у Ливерпуля сейчас спортивный директор? Они же вроде прошлого сняли, а нового так и не назначили. Кто вот заведует вот этими всеми трансферами у Ливерпуля? Кто постоянно привозит в команду левых вингеров? Левых полузащитников. В любое трансферное окно привозим левого вингера. Нафига? Не знаю. Ну надо привезти. Вот у кого-то фетиш есть в руководстве на эту позицию. Я не знаю, может Клоп такой извращенец. Ну вроде как бы на нормального похож. Хотя взгляд мутненький. Сабаслай в сборной, кстати, бегает слева на фланге, чтобы завершать атаки. В клубе бегает справа атакующего полузащитника. Как играет РБ? У них такая колбаска. То есть два опорника, два атакующих полузащитника, два нападающих. Ливерпуль в какую позицию берет Сабаслай? Правильно, центрального полузащитника на замену Хендерсона. Превосходит ли он Хендерсона по статам? Да, превосходит. Но позиция здесь другая. Здесь надо возвращать мяч. А это креативщик. Ливерпуль взял в центр поля двух атакующих полузащитников с фланговым уклоном атакующего плана. Объясните мне, зачем загонять в позицию центрального полузащитника с функцией возврата мяча атакующего полузащитника, который играет по всему фронту атаки? При этом не забывайте, что у Ливерпуля бегущие фланги, которые делают подачу, отдают ключевые пасы. Зачем их дублировать центральными полузащитниками, при этом которые хуже отбирают, чем те игроки, которые были до них. У нас есть двойные фланги атаки. Салах, Арнольд, Диас, Робертсон. Мы туда еще закинем по атакующему полузащитнику. Это, конечно, круто. Девять игроков-креативщиков. Но кто мяч-то будет отбирать? Кто тачку возить будет? И, по-моему, на всех креатива явно не хватит. Кто-то одеяло будет Полюбасу на себя перетягивать. И что-то, мне кажется, это не Сабаслай с МакАлистером, а как раз-таки Арнольд с Робертсоном. Либо ГакПо, либо Диас, кто там на фланге. Ливерпуль купил двух шикарных игроков, которые в других клубах смотрелись бы на ура. Ну, кроме Юнайт, наверное, потому что тебе тоже, блядь, поставили их в центр поля. Я кайфую от Ливерпуля. Мне интересно, что они намерены построить в своем клубе. Я думаю, когда к Лопу приходит помощник, спрашивает тренер, как мы будем обороняться? Он говорит, не называйте мне это слово оборона. У нас есть два центральных защитника и вратарь. Даже Дюма писал про трех мушкетеров. Д'Артаньян по-любасу все испортит. Дега Жота. Левый вингер, левый нам, приходивший в Ливерпуль, показавший высокий уровень. Полгода. После чего сник. Точно так же было с Диасом, точно так же с Жотой. Исключением, с левой вингерове, с левыми напами, это прошлый сезон, где пришедший Нуньес и пришедший Гакпо в первые полгода ничего не показывали. Смотрите, Жота, Диас, Гакпо уступает Сайдио Мане по прессингу, по отбору. Следовательно, проседает Ливерпуля отбору мяча, хотя Диага Жота может сыграть и на Напе. Но в этом сезоне у него очень плохой показатель по реализации ударов. То ли это связано с тем, что недостаточно хорошо выбрана позиция, может быть, травмы не очень оптимально набирает форму. Там по 30%. Для Напа это не очень хорошо. Это плохие показатели по реализации ударов в створ. Луис Диас, как и Жота, по-моему, пришли оба счета Португалии. Первые полгода отыграли шикарно. Потом травма, потеря места в основе, набор формы, снова травма, снова набор формы. Ну и, соответственно, небольшая деградация. В чем преимущество Диаса над Жотой? Над Гакпо. Он лучше отбирает мяч, он лучше прессингует. Он умеет страховать защитника. Эти двое не умеют. Минусы, если сравнить с Адьо Мане, с Салахом, хуже в дриблинге, хуже в реализации моментов. То есть индуально это игроки слабее. Тех, которые есть в Ливерпуле, либо были на этих позициях. По идее, нынешние качества Диаса по возврату мяча, по прессингу, по страховке более востребованы будут, чем качество Жоты и Гакпо. С другой стороны, если Ливерпуль не покупает опорника, МакАлистер в последнем матче бегал на опорке, а Гакпо на месте центрального ПУ защитника. Коди Гакпо, который перешел зимой у Ливерпуль, хотя по идее его вроде как вел в Манчестер Уинайт, и зачем его купили Ливерпуль, перехватили у Манчестера, ну, очевидно, надо было просто наказать конкурента. Такой же мне трансфер, кажется, если Ливерпуль подпишет Кайседа. Не факт, что им игрок подходит, не факт, что им нужен, хотя Ливерпулю нужен опорник, они просто крадут игрока у конкурента. Я не знаю зачем, я не знаю почему, для меня трансфер Гакпо по-прежнему остается загадкой. Места для него в Ливерпуле, по идее, нет. Надо сливать либо Жоту, либо Диаса. Создается такое впечатление, будто бы Ливерпуль покупает игрока, который вдруг вспыхнет, либо хорошо против них отыграл, как португальцы. И все, они тут же идут, покупают этого игрока. Системности в трансферах Ливерпуля я не вижу, плюс не забывайте. А где школа Ливерпуля? Где игроки с этой школы? У Манчестер Юнайты даже игроки есть. Со школы подтягиваются, что там бегают. У Ливерпуля этих игроков просто нет. Когда-то это была сильнейшая школа в Англии. Я скажу, наверное, даже больше. А Клоп, наверное, не умеет работать с молодежью. Я не помню у него молодых игроков. Он реально хочет именно готовых. Если вот эта катавасия с трансферами, с левыми вингерами, с атакующими полузащитниками идет от Клопа, его надо либо ограничить, либо увольнять. Потому что это просто бардак. И у Коди Гакпо, кстати, такая же проблема, как у Жоты, как у Диаса. Проблема с реализацией. Низкий показатель по ударам с твор, там 30%. Именно поэтому Нуниса переводит Снапа на фланг. Мусалах по-прежнему неплох. По-прежнему является лидером Ливерпуля. Но после ухода Садио Моне, второго такого игрока у Ливерпуля, к сожалению, не оказалось. Противоположный фланг бедствует. Кого не кидает, все равно хуже, чем Салах. Вылетит Салах, но можно теперь поставить Сабаслая, если что. Но кого на место Сабаслая теперь ставить, непонятно. Ну, можно и Гакпо закинуть, но это будет очень плохо. Игрок ключевой и незаменимый. Дарвин Нуньес. Кот в мешке прошлого сезона у Ливерпуля. Почему так говорю? Потому что у игрока не получалось сборной играть на таком высоком уровне. И Бенфике он бегал всего лишь один сильный сезон. Хотя игрок своей агрессивной игрой создает очень хорошее впечатление. И мне казалось, что у него больше шансов заиграть в АПЛ, чем у Хоанда. Именно по картинке. По статистике, Хоанд не один сезон уже играет на высоком уровне. У этого был один. Поэтому и кот в мешке. Любой игрок может вспыхнуть на один сезон. Главное, как он себя показывает в двух-трех сезонах, а еще в разных командах. В сборной не получается. При этом от Нуниса зависит сезон Ливерпуля. Салах потихонечку сдает. Тройка, четверка там левых вингеров завершать так не могут. Поэтому все зависит от Нуниса. Фермина продали. Я не знаю, как Ливерпуль формирует свою трансферную политику. Для меня это загадка. Кстати, еще по контрольным матчам могу сказать, что Ливерпуль очень много пропускал. Хотя и забивал достаточно. Юрген Клоп. Главный конкурент ПП Гвардиола ВПЛ последних лет. Но не последнего года. И думаю, не в этом сезоне. Посмотрите на состав. Макалистер в опорке. Гагпо в центре поля. Круто, да? Тактику он не меняет. Бегает 4-3-3. С двумя бегущими фланговыми защитниками. Мало кто в Европе. Так бегает. Бавария. 3 центральных. Один садится. На фланг. Центральный защитник. Сити. 4 вообще центральных. На позиции 4 защитников. Арсенал. 3 центральных. На позиции 4 защитников. У Ливерпуля. 2 фланга сверхатакующих. При том, что в центре поля там явно не опорники. Даже не цепешники. Давайте пофантазируем. Ливерпуль покупает Кайседа. Стоит его на место опорник. Кайседа достаточно объемный игрок. Можно ли с этим игроком играть в Ливерпуле? Если надо, садиться в позицию центрального. А я не знаю. Что бы я рекомендовал для покупки Ливерпуля? У Гарде из ПСЖ. Макалистер. Хорошо. И Энце Фернандес. Вот смотрите. Центр поля. У Гарде опорник. Энце Фернандес. Ну, можно и Кайседа опорник, если он умеет центральными бегать. Третий. Макалистер. Либо Сабаслай. И можно еще Макалистера. Либо Сабаслай кидать на фланг в атаку. Для отбора, прессинга и возврата мяча. Плюс, они могут назад возвращаться, страховать защитников. Либо бегите, верайте, покупайте ПСЖ. Вместе с Кайседой, конечно же. По моему мнению, Ливерпуле надо два центральных полузащитника, которые хорошо отбирают мяч. И один из них еще будет двигать мяч в атаку. Потому что тяга Алькантара явно не хватит на весь сезон и будет травмирован. Ливерпуль в этом сезоне, даже если купит Кайседа, скорее всего на титул претендовать не будет. Здесь идет задача попадания в четверку. Попадания в Лигу Чемпионов. От чего это зависит. Купит Ливерпуль опорника или нет. И на каком уровне он сможет заиграть. Насколько Сабаслай с МакАлистером смогут отобрать мяч у соперника возвращать его назад. Потому что это игроки немножко другой формации. Их бы лучше, выше, даже на позицию вингеров использовать. По Еврокубкам Лигы Европы ну все возможно, но не факт. В Англии тоже нет. У Ливерпуля не кубковый состав. У них просто нет игроков центрополя для того, чтобы потерпеть. Если их будут прессинговать если их будут душить. Если Юнайт не завалится. Если Ньюкасл еще чуть прибавит. Место Ливерпулю даже в четверке может не оказаться. Потому что и Арсенал, и Сити сейчас котируются в разы выше, чем Ливерпуль. Нужно ли менять тренера? Станет ясно. По ходу этого сезона справится. Пусть работает. И справится. Наверное уволят. Плюс неясно, кто формирует трансферную политику клуба. Юрген. Либо все-таки его никто не спрашивает. Он просто тренирует. В любом случае, скорее всего, в этом сезоне, если клоп не будет четверки, козлом отпущения будет именно он. пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok